Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Сегодня его для вас проведут или уже проводят в процессе Олег Пек и Артём Липин. Доброе утро ещё раз. И нам помогает Евгений Копеин. Мы в этом часе встречаемся сразу с двумя гостями. Сначала в нашей студии художница, ну создатель, скажем так, арт-объектов. Мария Гвардейцева. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. И, конечно, мы поговорим о выставке, антиковидной выставке, которая сейчас проходит в Хэппи-Арт-музеум, квартале «На Спорта-2». Скажите, пожалуйста, как вообще жили художники, столкнувшись с этим явлением самоизоляции, невозможностью выставляться, когда все музеи закрыты, выставки не работают. И практически, ну само общение, то есть вот как коммуникация, не знаю, там с потенциальными покупателями картин, как художники продавали картины, как они выживали в это время. Знаете, это было удивительное время, но мне кажется, оно было интересным для всех, не только для художников, а для всех людей. Это, с одной стороны, было и сложное время, и, с другой стороны, и простое время, потому что, с одной стороны, это было время, когда невозможно было получить энергию, к примеру, от общения, от взаимодействия с другими людьми, от посещения культурных мероприятий. И меня, к примеру, такие вещи очень сильно питают. Но в то же время это была самоизоляция, да, и три месяца нахождения дома, это было удивительное время рефлексии, внутренних переживаний, такого очень хорошего замедления, которое, мне кажется, нужно каждому из нас. Когда можно посмотреть на себя со стороны и сказать так, вот, наверное, половину путешествий и половину поезда, которые были, они, может быть, были и лишними. Можно остановиться, задуматься и побыть самой собой. Вот такое удивительное время. Но было ли такое ощущение, что, ну, из-за того, что никто не знал, как сложится будущее, как быстро закончится это все и закончится ли вообще, вот это чувство неопределенности, и оно, вот с точки зрения этого творческого человека, оно скорее подпитывало это творчество, ну, это максимум, что художник быть голодным и так далее, или наоборот давило, и из-за этого было сложнее что-то создавать? Скорее было сложнее, потому что любому человеку, особенно человеку, который занимается творчеством, очень важна обратная связь. Невозможно находиться все время один сам с собой в саморефлексии. Очень важно получать обратную связь, важно видеть реакцию на то, что ты делаешь, общаться с другими людьми. А как вообще происходило вот это общение? То есть актеры пытались, я знаю, там устраивать музыканты, онлайн-концерты, актеры какие-то онлайн-спектакли. И что делали художники в этой ситуации? Онлайн-выставки были? Прекрасные инстаграмовские движения, те, которые присоединялась я и присоединялись мои друзья, коллеги. Это арт на карантине, это самоизоляция и изоизоляция. Это прекрасные акции в Фейсбуке, в Инстаграме, когда можно было, к примеру, за меньше деньги купить картины художников. Или же очень много любителей присоединились к изоизоляции, и художников тоже в том числе, которые создавали в домашних условиях картины известных мастеров и таким образом развлекались. Для меня лично это было время рефлексии, время понимания того, как я хочу двигаться, в каком направлении, как мне хочется развиваться в творчестве, как мне хочется реализовывать себя. Вот эта выставка, которую можно будет сейчас посмотреть, она посвящена этим событиям COVID-19. Что она из себя представляет? Когда создавались эти произведения? На карантине ли или в каких условиях? Саму концепцию я написала в середине мая, и примерно месяц ушло на то, чтобы ее реализовать. Выставка называется «No hugs and kisses. Без поцелуев и объятий». Знаете, название родилось спонтанно, и это было отражение, как в целом и вся выставка, это отражение моих внутренних переживаний и рефлексий на тему карантина и ковида. Мне кажется, что каждый из нас спустя эти три месяца вышел с невидимыми эмоциональными шрамами. Вот мы их, с одной стороны, не видим, но, с другой стороны, нам очень важно их осознать. Какими мы стали спустя эти три месяца? Мы стали с такими же или мы поменялись? Что в нас изменилось? Как мы изменились? Изменился ли мир вокруг? Замедлились ли мы? Будем ли мы точно так же легко путешествовать, обнимать друг друга, целовать друг друга при встречах? Или мы будем бояться делать это? Есть ли в нас страхи? И вот на все эти вопросы мне было интересно ответить. И так родилась концепция выставки. Это инсталляция, она состоит из четырех комнат. И мне было интересно самой погрузиться и погрузить зрителей, посетителей выставки в разные состояния. К примеру, первая комната – это зум-ужины. Такая новая традиция, которая появилась за три месяца изоляции – это встречи с друзьями за трапезой через видеомессенджеры. Но могут ли видеомессенджеры передать реальные эмоции и могут ли они передать тепло человеческого общения? Вот этот вопрос, который я оставляю открытым, и каждый может на него сам ответить, находясь в зале зум-ужинов. Еще один зал мне было интересно посвятить врачам. Знаете, вот, например, в Латвии у меня было такое ощущение, так как здесь вовремя правительство и власти приняли меры изоляции, и количество заболевших достаточно низко, если сравнивать с статистикой других стран. И мне было интересно… Очень часто я могла услышать следующее. Ну вот как? Есть ли вообще этот ковид? Есть ли вообще это заболевание? Мы его не видим, мы его не можем пощупать, оно не проявляется на теле в виде шрамов, каких-то других проявлений, а может его вообще нет. И мне было важно посвятить один из залов своей инсталляции врачам. Что в этом зале можно увидеть? Это реальное документальное видео. Один день ковидного отделения, снятый через GoPro камеру. И вот мы наблюдаем, по сути, глазами главного врача, что же происходит. И как врачи, где-то похожие на астронавтов, в этих белых костюмах, в трех слоях защиты, ходят, узнают друг друга только по глазам. Они сами задаются вопросом, как же вы меня узнаете? Да по глазам. И потом в этом видео есть монолог пожилой женщины, которая 5,5 суток находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Всего 5% больных выживают и потом могут продолжать жить после ИВЛ. И вот ее монолог, как она чувствует жизнь, мне было важно показать это, потому что это ведь сокрытая такая информация. Никто из нас не может попасть в эти ковидные отделения. И поэтому складываются ощущения. А как вам удалось это? Собственно, я туда не попала. Я смогла благодаря моим друзьям-журналистам получить эти видео и потом уже их смонтировать в фильм. И мне было важно вот в этой зоне, знаете, все-таки добавить какого-то позитива. Ведь жизнь продолжается. Врачи не просто так каждый день выходят и совершают эти маленькие подвиги. Мне было важно показать, что на самом деле врачи – это ведь новые герои нашего времени, это новые Бэтмены. И именно поэтому я зону назвала зону Солнца. Почему зону Солнца? В середине апреля почти во всех больницах ввели новый код. В больницах есть коды. К примеру, код красный или код зеленый или код черный. Они обозначают различные уровни опасности, которые есть. К примеру, украден ребенок – это код зеленый. Произошло похищение – это код красный. Так вот, в середине апреля в больницах появился новый код – код Солнца. Что он обозначает? Он обозначает, что человек, болевший коронавирусом, в этот момент покидает отделение реанимации. Забираются все врачи, включаются песни «Beatles here comes the sun». И все сотрудники больницы аплодируют человека, который смог побороть этот сложный достаточно вирус и покидать сейчас стены больницы. Мне было очень важно на позитиве закончить эту зону и дать все-таки вот этим сложным переживаниям какой-то выход в хорошие эмоции. Вы как художница, и когда мы говорим о врачах, мне кажется, нельзя не спросить. У нас тут буквально рядом со студией статуя благодарности врачам. Большие были споры в интернете касательно ее… Художественной ценности. Да, вот. И, может быть, вы могли бы высказаться, как вам кажется, как вы относитесь к этой статуе? Мне кажется, это так круто, что она появилась. Она появилась очень быстро. И мне кажется, это очень важно выражать вообще благодарность. И искусство, современное искусство, чем оно интересно? Тем, что оно может очень быстро помогать людям переживать эмоции и рефлексировать на тему происходящих событий. И это так классно, что с помощью 3D-принтера была создана эта фигура. Она появилась. И жители Риги могут, в том числе, смотря на нее, выражать благодарность врачам. Мне кажется, классно, что она есть. И она стоит в таком важном месте, как рядом с художественным музеем. Современное искусство. Вот где грань между искусством и уже реальностью, обыденностью? Мы вспомним там эписуар Дюшана. Ну, то есть вот как предметы повседневности, они вдруг обретают какой-то совершенно другой статус. Вот многих это шокирует, удивляет, это возмущается. Вот современное искусство, куда оно дальше может идти? Что еще можно придумать? Знаете, мне кажется, что идея, самая главная задача, которая стоит сейчас перед художниками, это выводить людей из матрицы. Вот мы все живем, в принципе, примерно одинаковым сценарием. Каждый день у нас повторяется. И наше соприкосновение с искусством, это может быть, с одной стороны, и манипуляция, и взрыв, и какие-то неприятные эмоции. Вот за что, например, многие не воспринимают и не принимают современное искусство. Оно не всегда позитивно. Если на протяжении двух тысяч лет перед искусством стояла скорее декоративная функция, то есть в любом случае такие художники великие, как Леонардо да Винчи или Микеланджело, они работали по заказу, по сути, ведь они же декорировали те или иные пространства, у них всегда был большой заказ. Задача художника наших дней, она, с одной стороны, и сложнее, но, с другой стороны, интереснее, и спектр инструментов шире. И эта задача вывести нас за рамки, дать нам точку для размышлений и точку для изменений. Да, дайте нам точку, дайте точку опоры, и я переверну мир. Это примерно так можно воспринимать, и я так лично воспринимаю современное искусство. У нас есть, у нас был только что телефонный звонок, перезвоните нам, пожалуйста, мы как раз, вот, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы услышать нашего звонящего. Здравствуйте. Доброе утро. Я сразу скажу, что я максимально далекий от искусства человек, но вот ваши гости прямо вот перед русском языке с языка сняла. Вот, действительно, на протяжении там очень долгого времени, как бы, искусство было, ну, как, красивым, понятным, позитивным, что ли. Вот, как бы, у вас очень классное словно-то читание было, как бы, декоративная некая функция, да. Вот, я вам честно скажу свое субъективное мнение. Вот, меня очень часто, что отталкивает современного искусства, это вот, наверное, такая вот неприкрытая, явная, соответственно, такая некая агрессия, выплеск каких-то негативных эмоций, которые вот в работах видны, вот, использование там темно-красных цветов, которые ассоциаются у многих людей там с кровью, там, черных каких-то темных оттенков. Причем это не только в живописи, это и в музыке очень часто проявляется. Вот, скажите, а вот, ну, ведь этот барьер же, он, вот, его же как-то надо преодолевать, вот, и как вот его преодолеть? Вот, если декоративность уже не устраивает, и нужно менять форму, а как человека предрасположить, который, вот, как я, например, не подготовленный? Спасибо. Спасибо. Я как-то от тебя скажу, что добавлю, что я не уверен, что декоративное искусство все себе было такое положительное, то есть последний день Помпеи вряд ли вызывает какие-то радостные эмоции, ну, например, или если вспомнить музыку, то там, не знаю, оперы Григо, они тоже не самые веселые песенки. То есть я не уверен, что именно это только в современном искусстве проявляется. На тот вопрос, который прозвучал, спасибо за него, и, на самом деле, очень приятно, что такая глубокая рефлексия, и такое глубокое, на самом деле, понимание своего неприятия, это очень круто. Ведь декоративная функция в искусстве осталась, очень много художников, которые создают чудесные, замечательные вещи, и есть еще огромный пласт дизайна, то есть, по сути, те функции, которые стояли перед искусством несколько тысячелетий, они ушли больше в дизайн. И это все прекрасно, это все очень эстетично, это все красиво. Если отвечать назад и на вопрос, как принять это все, наверное, самый правильный путь – это прислушаться к себе и посетить, наверное, хорошее большое биеннале. Разнообразие форм современного искусства очень широко, да, и наш современный мир дает возможность художнику использовать различные инструменты, которых раньше не было. Ведь, по сути, что было раньше, да, это холст, кисточка, да, там, крифель, бумага, да, а сейчас это и мультимедиа, и различные объекты, и те же 3D-принтеры. Мы с вами сейчас поговорили, к примеру, о новой скульптуре, которая украсила город. И очень важно прислушаться, как мне кажется, к своим собственным эмоциям. Например, скоро, я надеюсь, что осенью пройдет Рижская биеннале. И, к примеру, посетить, вот мой совет – это посетить сразу много, много разных инсталляций, большую экспозицию, или, к примеру, съездить, когда будет такая возможность, в Венецию, или съездить на одну из больших биенналей. Или, может быть, с кем-то в друзьях, с кем-то, кто лучше разбирается в временном искусстве. Потому что, мне кажется, что человек, который вообще вне вот этого контекста, он придет на биеннале и не очень поймет. Нужен ли, скажем, человек, который… Проводник, да, который будет, как в кругах ада, Данте. Интересная ассоциация. А это вот тоже, знаете, такой достаточно субъективный, как мне кажется, вопрос. Можно и так, и так. Самое главное – это понять эмоцию. И мне кажется, что задача любого художника, в первую очередь, это передать эмоцию. Ты ее передаешь, либо не передаешь. Возможно, тебе может помочь расшифровать смыслы проводник, да, искусствовед или экскурсовод, который рядом с тобой, который может тебе рассказать много смыслов, которые накладываются. Но даже если тебе рассказывают смыслы, это будет работа ума, да. А искусство, мне кажется, это в первую очередь работа сердца и работа души. Да, если душа затронута, то эти эмоции будут в любом случае. Это твое или не твое. И очень круто, что у нас есть выбор. Мы можем смотреть, слушать, принимать, и главное – быть живыми. Вот самое главное – чувствуете ли вы себя живыми, когда воспринимаете то или иное искусство, или воспринимаете то или иную инсталляцию. Вот это самое главное – живыми быть. У меня сразу возникает вопрос, на чем живут современные художники и на чем они зарабатывают, если эта функция декорирования пространства, она как бы ушла от них. И я понимаю, что раньше ведь художник продавал свое произведение, чтобы им украшали свое жилище, там богатые люди, и вот таким образом происходил этот обмен. Как можно вот ваши, условно говоря, видеоинсталляции монетизировать? Я скажу так, я нахожусь еще все еще на этом пути. Буду благодарна всем жителям Риги, которые посетят выставку. Мне это очень поможет ее монетизировать. Но передо мной сейчас не стоит такой задачи, чтобы за один раз эта выставка сразу вышла в плюс. Но у меня уже есть предложение привести эту инсталляцию в другие страны. Я очень благодарна этим галеристам, которые ее уже посетили и проявили интерес. Так что я надеюсь, если она будет показана еще раз, то это станет прибыльным. То есть это интересно. То есть получается вот этот опыт ваш личный, связанный с коронавирусом, он достаточно глобален, чтобы быть интересен людям не из Латвии. То есть такой общий опыт получается. При создании этой инсталляции я старалась в целом показать не только мой личный опыт латвийской юрмальской изоляции, а показать достаточно глобальную картинку. К примеру, у меня есть еще один зал в этой инсталляции, и он посвящен аэропортам. Я сделала видео, небольшой такой фильм, порядка пяти с половиной минут, в котором я собрала маленькие отрезки, видеофрагменты очевидцев из Ютьюба. Это видео пустых аэропортов. Мне было важно показать вот эти пустые индустриальные зоны и мир, который остановился. Мир, в котором каждый из нас, по сути, стал актером фильма «Катастрофы». Ведь такого никогда не происходило за сто лет существования авиации, чтобы весь мир остановился, и вдруг эти огромные индустриальные зоны, которые всегда кипят, кишат людьми, в которых столько жизни, эта жизнь бурлит, люди покупают, люди путешествуют, люди едят, люди двигаются, и вдруг все это стало пустым. Один фотограф, у него была серия фотографий, тоже вот стоят на приколе, вот просто рядами самолеты, и вот ты видишь аэропорты разных стран, и понимаешь, что везде вот эти самолеты стоят, вот бездействуют. Да, это тоже вот производит такое же впечатление. Да, так вот в этом видео я постаралась показать аэропорты всего мира. Это и китайские аэропорты, это и Сингапур, и США, и Европа, Африка. Собственно, все, что могла. Это было изначально порядка 80 видео, потом мы сократили до 25. И как мне кажется, в целом те условия, в которых мы все были, вот эти условия изоляции, они были очень похожими. То есть у кого-то было меньше свобода, как у моих друзей в Италии, и они прошли больше этих кругов. Знаете, вот мы все, мне кажется, проходили круги агрессии, гнева, принятия, и потом заново, заново мы проходили все эти круги. И такой вопрос, сколько раз мы их прошли, да, в зависимости от жесткости условий изоляции. Ну что же, на самом деле у нас просто время завершилось. Но мы всех призываем, если вы заинтересовались, «Спорта-2», вход с улицы Ханзас, и до 27 июля будет продолжаться выставка. Да, все верно. Еще три недели у вас есть возможность. С 12 до 18 часов. Ежедневно, кстати. Приходите, да, посещайте. Как раз лето. Перевывайте себе любовь к современному искусству. Мария Гвардейцева сегодня была у нас. Спасибо.